Всем привет! Особенно Карине. Моя тут выдалась минутка, я прочитала огромный комментарий от девочки, что писала мне ВАСК странные сообщения, и задавала вопросы и игнорила их. Карина, я думаю, ты меня увидишь. Смотри, как я смотрю на тебя в камеру, точнее, смотри, как я смотрю ради тебя в камеру. Вот все ради тебя. Не халява, а именно внимание. Я о тебе подумала. Твои слова достигли моего сердца, души, там еще чего-нибудь легких и так далее. Ты когда вопрос мне задаешь, кучу вопросов в огромных своих комментариях. Ты задаешь вопрос просто так, тебе ответ нет, это неинтересен, да? Я так понимаю. Если ты задаешь вопрос просто так, то ты можешь не задавать вопрос. Ты не ставь знак вопроса, ты просто пиши поток своего сознания, а я буду понимать, что это просто поток твоего сознания. Спасибо, Карина, что так эмоционально реагируешь на мои видео. Особенно раз по пять в своих комментах, вообще за все время своих комментов, вопрошаешь у меня про то эфирное масло. Есть видео специальное, наверное, специально для тебя записанное, только ты что-то все никак не досужишься по каналу полазать, посмотреть, по поводу эфирных масел. Потом вот чем-то там мыть посуду, не поверюсь. Я, конечно, тебе отвечала в комменты, но ты не читала, судя по всему. Судя по твоим комментариям следующим, я мою посуду горчичкой. Там меня кто-то просил по поводу, я, видимо, сама предлагала записать, если кому интересно, как я мою посуду, но я что-то вчера такая уставшая была после этой трансляции. Вообще, вчера я даже голову помыла сначала маской для волос, а потом поняла, что маску-то для волос после волос. Мыть я волос надо после шампуня как-то так вот засовывать на себя. Ну, еще что. Наверное, конечно, кто-нибудь скажет, что я плохо сделала, что я специально записала видос для Карины, но человек так хотел, чтобы я как-то среагировала, я среагировала. Ну и что? Конкурсы человеки проводят, как там, видимо, ее очень, ее душу-душу-душу, печень легкие задела то, что я в очередной раз сказала, что тот последний конкурс с открыточками. Одно я все никак не напишу, не подпишу, потому что мы с человеком как бы договорились, что когда мне будет время, ну, как бы, немножко в ней, конкурс немножко отступя отправил, она у меня где-то, хотя нет, она у меня вообще лежит, эта открыточка в этом конвертике, но получилось так, что вот я пока еще не отправила одному-единственному конкурсанту-победителю, одному из трех, два-то уже получили, один даже уже отчитался, что получил, Горбушкин, привет. Второй, не знаю, получил, не получил, не отчитывался. Либо не считать нужным отчитываться, в принципе, мне это как бы не суть важно. Получил, хорошо, не получил, ну, когда-нибудь да получит. Это насчет конкурса. Я это еще тогда говорила, что это как бы последний конкурс. Делается от души, конечно, я делала всегда от души за свой счет, но один конкурс мне, правда, слегка оплатили. Первый, спасибо. Но суть такая, что когда я делала от души, куча таких негативных людей прибегала в комменты, что я должна там в СНГ слать, я должна к черту на куличики слать, я должна, 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 я должна. Вот почему-то никто не думает, что сам мне что-то должен. Типа мы тебя смотрим, ты нам должна. Меня в свое время прикалывало так. Я читаю твои сказки у костра, ты должна мне на халяву нарисовать то, 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 то и то. Это в стиле вот этих вот. Если я должна, то вы тоже должны. Карина, если ты хочешь организовать конкурсы, твоя идея такая вполне неплохая, я тоже уже говорила людям, что вот вас пять с лишним тысяч у меня подписчиков, скиньтесь все по сто рублей, и я вам организую хоть два конкурса. Будет вам счастье, даже двух победителей сделаю, как Карина хочет. Вот, Карина, займись. Ты пока что только трендычала, насколько я заметила, но вот там номер счета на Яндекс, на Киви, блин, на тот же, на карту Сбербанка, скинь мне эти сто рублей. Я в следующем видео скажу, Карина, спасибо тебе за сто рублей. И организуй вот этот сбор средств на этот конкурс, раз тебе так охота моего мыла. Я даже специально для тебя предложу тебе выбрать какую-то конкретную формочку, чтобы вот, ну, именно тебе это мыло досталось. А насчет заказов, у меня пока был только один заказ. Заказ, ну, в смысле, спустя вот два с лишним года, заказ в пути. Я очень надеюсь, что человеку это понравится. Ну, и всем остальным. Да, кстати, если кто-то хочет, то в инфобоксе есть ссылка, помимо доната. Ну, как я заметила, донатить люди не особо любят. Люди любят, как бы, ну, кто донатил, тем спасибо. Люди любят, как бы, вот все, на, ну, люди любят приходить на работу и работать за спасибо, вот как. Там еще есть такая ссылочка, спасибо подписчикам, что меня напинали. Еще спасибо моей одногруппнице, которая меня никогда, наверное, не смотрела, и вряд ли была смотреть. Она меня тоже напинала создать эту группу. Короче, если вам захочется бальзамчик с прополисом, медом, какао, или вот это тут у нас с кокосовым маслом для губ, то сейчас есть в наличии 250 рублей баночка, 9 грамм, плюс-минус. Ну, некоторые даже до 12 грамм у меня доходили, если уж совсем до верха наливала. Есть в такой же баночке вот для ногтей, та же самая цена. Даже еще есть пока в наличии одна плиточка, 16 грамм, на воске пчелином, и масле и кокоса, ну, там еще какие-то всякие хирки, дезик плиточкой. Хранить лучше на дверцах холодильника. Я сейчас таким же пользуюсь, но только у меня не половинка, а кругляшек такой. Ну, и если вам интересно и вдруг хочется, есть у меня там всякие разные травки, сборы, это все ссылочка в инфобоксе, там типа, если хотите заказать, то вот вам туда. Если не хотите заказать, но хотите что-то сами сваять, то там тоже есть куча всяких интересных рецептов. Ну, и еще вообще я думала записать отдельный видос, но вот как-то прочитала Карину, меня клюнуло не знаю куда, и я решила, что почему бы нет, начала с одного закончила другим, как обычно, ну, люля классическая такая, люля. В общем, там еще можно заказать какое-нибудь мыло. Сейчас пока в наличии около 9 штучек. Всяких разных. Есть ромашка мягкая. Почему мягкая? В принципе, если оно долежит, ну, полежит пару месяцев, оно станет не такое мягкое. Я по типу такого делала в свое время одному своему бойфренду, скажем так, года 3, наверное, назад было с кипрем и чем-то, и зверобоем. Он что-то от той и другой травы тащится. Я думаю, что до сих пор тащится. И еще есть просто обычно такое мыло классическое. По типу такого уже уехала, когда у нас вчера уехала в один город. Нашей необъятной России, страны с соком алоэ. Видос я все еще никак не смонтирую, но как-нибудь у меня дойдут руки, и хоть он такой самбурный, оборванный, потому что фотик у меня слегка глючил, Горбушкин в курсе, то выложу я, выложу на этот канал. И да, специально для Карины есть у меня плейлист «Химик Лёля». Там вот как раз про всю эту самопальную косметику. И даже про то, как я делала какую-то штуку в основе для мытья посуды, в основе на корчичке. Всем спасибо за внимание, особенно Карине. Всем пока!